В когда-то заброшенном здании теперь библиотека, три жилые комнаты, музыкальная площадка, кинозал и столовая. Постоянные тренинги и лекции украинских, российских, белорусских и европейских спикеров. На площади Руднева, 30, первый социальный сквот для украинцев. Его создали активисты автономного союза трудящихся. Сюда может прийти жить любой желающий при условии помощи в развитии проекта. В переводе с английского сквот – нелегально занятое помещение, а сквотинг – самовольное заселение пустующей коммунальной собственности. В мире такая практика – уже привычное явление. Таким образом, говорят организаторы, они хотят создать антипотребительское общество. Мы пытаемся привлекать молодежь к участию в жизни общества, в жизни страны и государства, для того, чтобы они как-то меняли ситуацию. И в первую очередь мы существуем для тех людей, которые заинтересованы в изменении ситуации. В культурно-социальном центре автономия постоянно живет 10 человек. Но сквотеры говорят, при необходимости можно разместить до 15. Пока жильцами занято только 35% помещения. Остальная часть требует ремонта. Ребята не боятся, что городские власти их выселят. Говорят, коммунальная собственность принадлежит горожанам. А значит, речь об взломе не идет. Не хочу быть причастным к тому, чтобы люди погибали, чтобы люди страдали. И не только люди, да, вообще живые существа. Потому я выбрал для себя такой образ жизни. К тому я пытаюсь каким-то образом противостоять тому, что происходит вокруг. Создать что-то другое, что-то альтернативное. Для того, чтобы в конечном счете построить другое общество, другую культуру, где не будет бедности, нищеты, голода, насилия. Сквот «Автономия» существует на собственные средства. Там же размещен гуманитарный центр помощи переселенцам, куда можно приносить помощь. В планах харьковских сквотеров – бесплатный спортзал, клиника, велопрокат, постоянно действующий фримаркет, в котором можно обмениваться одеждой и предметами обихода. А также кризисный центр для женщин, пострадавших от насилия. Анна Аргирова, Оксана Зинковская, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».